МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как считается, в этот день 11 августа 1337 года преподобным Сергием Радонежским была основана Троица Сергиева Лавра. 11 августа 1773 года мятежный казак Емельян Пугачев, который именовал себя чудом спасшимся царем Петром III, издал манифест «Злодеев дворян, разорителей крестьян ловить, казнить и вешать». 11 августа 1957 года прожила церемония закрытия Шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Впервые за долгое время в Москве побывали тысячи граждан капиталистических стран. Это было частью так называемой «хрущевской оттепели». 11 августа 1378 года состоялась битва на реке Важе между войсками святого великого князя Дмитрия Тонского и Золотой Орды. Впервые в истории московский князь одержал победу над татарами. Побойще это произошло 11 августа, в день памяти святого мученика Евпла Диакона. И помог бог князю великому Дмитрию Иоанновичу, и одолел он ратных, и победил врагов своих, и прогнал поганых татар. Мало какие битвы средневековой Руси получили такое освящение в летописях, как битва на реке Важе. Мы знаем точно время действия, неплохо представляем место всех основных действующих лиц. Все это говорит о том, какое впечатление на современников произвела первая победа Москвы над Ордой. Это историческое сражение произошло за два года на Донского побоище. И то и другое событие было частью длительного и опасного столкновения великого князя с Битлербеком Мамаем, человеком, который одного за другим менял ханов на престоле в сарае, самым могущественным воином и политиком южных степей. В 1376 году московские силы совершили успешный поход в Булгар, который подчинялся Мамаем. Впервые за долгое время русские полки были под стенами богатого восточного города. Лучники на верблюдах, впервые виденное огнестрельное оружие. Кроме этих необычных впечатлений, русские смогли получить небольшой выкуп в 5000 рублей. И, кстати, был во главе московских полков легендарный Дмитрий Боброк-Волынский, будущий герой Тонского побоища. Еще год спустя русские рати вновь столкнулись с татарской конницей, но битва на реке Пьяне обернулась катастрофой. И вот Новый год и новый поход аждынских сил. Мамай послал на Москву своего темника Бегича. Великий же князь Дмитрий Иоаннович, услышав об этом, собрал много воинов и пошел навстречу врагу с войском Большим и Грозным. И, переправившись через Аку, вошел в землю Рязанскую и встретился с татарами у реки Уважи. И остановились обе силы, а между ними была река. Уже один этот эпизод говорит о решительном настрое в будущем канонизированного московского князя. Дмитрий Иоаннович не стал отсиживаться в каменном Кремле. Он даже не становился на берегу Аки, которая значительно шире своего скромного притока в Ажи. Вероятно, московскому правителю было важно всем колеблющимся русским князям показать, что не боится он ордынского темника. Несколько дней стояли два войска на двух берегах реки. Очень может и Бегич надеялся на помощь соседнего Рязанского князя, но безрезультатно. 11 августа 1378 года московские и пронские полки, возможно, подались назад, как бы освобождая место для будущей Сечи. И ордынская конница пошла через реку. А наши ринулись на них, с одной стороны Тимофей Окольничий, а с другой стороны князь Даниил Пронский, а князь Великий ударил в лоб татарам. Удар в копе тяжелой русской конницы оказался сокрушительным. Вряд ли встречный конный бой был долгим, но и этой таки хватило, чтобы смять легкие татарские отряды и погубить всех ордынских лидеров. Погиб и сам Бегич. Но хотя противник в беспорядке бежал, русские князья еще не были в себе полностью уверены. До следующего утра простояли они на левом берегу Ажи, а когда перешли ее воды, то наехали в поле наброшенные становища их, и шатры, и вяжи, и юрты, и олачуги, и телеги их. А в них бесчисленное множество всякого добра. И все это брошено, а самих нет никого. Все побежали по ворту. В августе 2003 года у Глебова городище, что под Рязанью, был открыт памятный знак «Битва на Важе». Хотя абсолютно точно установить место сражения пока не удалось. Но хочется надеяться, что это вопрос времени. Ведь это была битва, которая открыла благоверному великому князю Дмитрию Донскому путь в Ордынские степи. Путь к победе на Куликовом поле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова